Коллеги, мы продолжаем нашу конференцию, и я с удовольствием предоставляю слово нашему учителю, нашему гуру, президенту научного общества гастроэнтерологов России, человеку, который вырастил огромную армию гастроэнтерологов, и они теперь стали остепененные профессора и выступают. Я вам представляю Леониду Борисовичу Лазебника. Спасибо большое, дорогая Ирина Дмитриевна, уважаемый Алексей Михайлович. Во-первых, я хочу всех поздравить, потому что как здорово, что мы здесь сегодня собрались, несмотря на эту пандемию, которая, я так думаю, никогда не кончится. Это, мы вот говорили, что, значит, там 18-19 век, нет, 18 век была чума и оспа, да, и до этого еще потом туберкулез и сифилис, ну, а сейчас, значит, вот у нас ковид. Значит, с этим живем, жили и будем жить дальше, пока не появится новая напасть человечества. Ну, сегодня гастроэнтерология. Я хочу, так, поговорить в свете, так называемой, неалкогольной жировой болезни печени и астероидной коморбидности. Что хочу сказать, друзья мои, значит, не будем увлекаться всякими новыми вещами. Вот сейчас все начали с увлечением утвердить, вот метаболически астероидные болезни печени, вот новое веяние Запада. Оно, конечно, веяние Запада, но это все-таки не диагноз, это концепция для того, чтобы мы понимали, что происходит с человеком. В МКБ-11, ДБ-92, ДБ-93, это неалкогольная жировая болезнь печени, за это вы будете получать денежки у страховых компаний за эти коды. Так что метаболически астероидные болезни печени, это концепция для логистического построения диагноза и выбора корректной терапии. Ну вот мы выпустили совсем недавно клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени у взрослых. Они овочли в январе в журнале «Экспериментальная клиническая гастронтерология», и сейчас выходит в журнале «Терапия», и тут вон целый список авторов. Печеночная долька представляет в себе сложнейшее анатомическое образование. Анатомовым сложнейшее, друзья мои. Это эпицентр нашей жизни, потому что вся жизнь зарождается и продолжается в гепатоците. И там перекрещиваются все токи и артериальные, и венозные крови, и портальный кровоток, и лимфоток. Все там в печени, все происходит. Там и там зарождаются те живонесущие молекулы, которые обеспечивают наше существование. Там же происходит нейтрализация всех тактических веществ. Все там. Значит, Господом так задумано, что там, что все в гепатоците. Ну и ахолангиоцит продуцирует желчь, уникальная биологическая жидкость. Вот это сложный рисуночек гепатоцита. Вот вся жизнь гепатоциты. Поэтому, когда мы над этим работали, мы выдвинули и пропагандируем идею энтерогепатоцентризма. Значит, мы из себя представляем то, что мы едим, то, что мы съели, нечего искать. Вообще, уважаемые члены предприятий, мне кажется, что наша с вами профессия, она самая простая из тех медицинских профессий. Потому что надо с больным поговорить, что съел и как покакал. И все. И вот надо разобраться в этих, как поел, что было потом и как сходил. И все. А остальное все внутри. Значит, гепатоциты защищены, помимо того, что нас изнутри защищает слизь. Это одна из тоже важнейших биологических жидностей, где живет микрофлора. Клетки печени защищены тремя типами, которые находятся в печеночной дольке. Клетки ИТА, которые продуцируют фиброз. Макрофлаки, клетки Купфера, которые съедают всю гадость. Ну и ямочные клетки, ПИД-клетки, которые осуществляют функцию. ПИД-пестрые. Теперь четко совершенно надо себе представлять. Я вот последний... Ну, сейчас я работаю в кардиоцентре. И многих молодых кардиологов приходится с интересом их слушать. Говорят, что холестерин берется в сосуде просто потому, что он берется в сосуде. Потом он откладывается в бляшку. Бляшку надо растворить, он поступает в сосуд. И на этом заканчивается все. Главное растворить бляшку, чтобы холестерин попал в сосуд. Откуда он взялся в сосуде? Ну, видимо, из воздуха. Кровью занесло. А занесло его из печени, потому что холестерин... Ну, говорят, надо ограничивать. Ничего, ничего вообще не надо ограничивать. Там всего 400 миллиграмм холестерина. Остальные 800 синтезируются у нас в организме. В кишке, между прочим. В печени и в мышцах, и в гениталиях. Значит, холестерин превращается вот в ту же же вынесущую молекулу. Вот сверху, слева он превращается в желчные кислоты. Желчные кислоты – это одна из важнейших метаболических молекул организма. Желчные кислоты. Желчный холестерин... Да, холестерин, кстати, говорит... Ой, Ордацкая ушла. Она же знает, откуда берется коэнзима. То есть ацетилкоэнзима. Ну, и тоже из пищи. И тоже синтезируется в организме. Из него синтезируется холестерин, эндогенный. Ещё раз хочу обратить... Он в стенке кишки начинает синтезироваться. В стенке кишки, вроде, тонкой. В тонкой кишке. И в печени потом тоже. Но большая часть в тонкой кишке. Ну, а потом всё это превращается в желчные кислоты. Желчные кислоты – одна из... Одни из... Цикл желчных кислот. И энтро-гипотическая циркуляция желчных кислот. Одна из самых важных циркуляций биологически активных молекул в организме. Потому что желчные кислоты обеспечивают нашу желчную деятельность. И синтез холестерина тоже. Так. И синтез проонкогенных веществ тоже. В частности, дезоксихолевая кислота. При её избытке начинает перерождение клеток проонкогенных. Кроме того, разрушаются межклеточные контакты. Белки плотных контактов. И клетки начинают заражать друг друга старением. Итак, вот они все образуются. Желчные кислоты в печени. Вот образуется эфир и холестерин. Это всё тоже, видите, в кишке происходит. Но, обратите внимание, тончайшая задуманная Господом структура, по которой одна из важнейших биологически активных жидкостей поступает в организм. Вот. Это желтонаружные желчеводящие пути. Тоненько и всё до невозможности. Это же всё ранимо так, что... И там вот, смотрите, сколько там сфинктеров. И всё это работает и ретропульсация работает. И кроме того, тут ещё и желчный пузырь. А в желчный пузырь поступает желчь туда и сюда и обратно. А вот это вот, фатеров сосок, фатеров сосок и сфинктероди, это одна из главнейших анатомических структур организма. Потому что вот здесь вливается желчь, вот сюда, в общий печёночный проток. А вот здесь находится узел, узел тот самый, который генерирует моторику кишки. И вот это вот всё вместе является тем самым... Помните рассказ, сказку русскую про смерть Кащея? На конце иглы, да? А игла где? Яйца. Яйца. А яйцо? В утке. А утка? В утке, утка. В ларце. А ларёс? В сундуке. А сундук прикован тремя цепами к высоким дубам. Так вот, смерть Кащея находится вот здесь. Вот здесь вот. Тот вот узел Рамона Кахали, вот здесь, он прямо в 12... Он сдаёт моторику-то всё. А вот это вот, а если это откажет, ну и что? А кроме того, некоторые наивные люди представляют себе, что желчеводящие пути стерильны. Не верьте им. Это ложь и заблуждение, потому что они точно так же покрыты слизью, в которой живёт микробиота, которая обеспечивает жизнедеятельность и биологическую активность и сохранность желчеводящих путей. У нас в организме всё одинаково. Мы изнутри и снаружи всюду покрыты слизью и всякими полезными и якобы вредными микроорганизмами. Желчеводящие пути тоже. Так, значит, вот метаболизм желчевого организма вырабатывается в печень и попадает в 12-перстню кишку, а потом в конце тонкой кишки, точка, в конце тонкой кишки всасывается обратно. Здесь осуществляется рециркуляция и метаболизм первичных и вторичных, первичных, вторичных и третичных желчных кислот. Я повторяю вот, что они-то и являются одним из главных метаболизаторов функции кишки. Потому что если нарушается баланс, то тогда происходит, производится дисбаланс, и нарушается состав, структура полужелчных кислот. А регулирует это всё одна кислота, которая называется регулятором регуляторов. Её назвал регулятором регуляторов, назвал Владимир Борисович Гориневич. Это урсодоксихолевая кислота. Кому её не хватает, но сам виноват. Значит, надо компенсировать. Теперь, мы говорили, что всё это слизью покрыто, и существует такой барьер, который не позволяет токсическим веществам метаболиты, разные микроорганизмы поступать в кишку. Но если это всё поступает, то всё это привносится в печень. Это по портальной вене. И мы с вами прекрасно знаем, говорят, что стеатоз печени бывает сам по себе. Ни черта он сам по себе не бывает. Это избыток токсических веществ, поступивших через лик и гад, через дырявую кишку, даже гад кишка. Но мы говорим только Т, а не Д. Сам вина под дырявой кишка. В результате всё это поступает по портальной вене в печень, да? По лимфопутям тоже поступает в печень. Кто занимается лимфотоком, скажите? Остались у нас после Еремы люди, которые занимаются лимфатической системой? Нет. А на самом деле липопротеиды низкой плотности, один из фрагментов холестерина, они влияют на межклеточные контакты лимфатические в печени. И чем больше холестерина низкой плотности, тем больше застаивается лимфа в печени. Начинается лимфоотёк в печени, приводящий к фиброзу. Это второй путь. Третий путь. Конечно, если развивается какая-то патология желчеводящих путей, пусть даже функциональные, пусть даже, так называемые, функциональные расстройства сфинктероиды, всё равно внутрипечёночный холестаз. Всё равно отёк желчи, всё равно там развивается застой желчи, даже сначала внутриклеточный застой желчи. И, наконец, в печень привносится всё большим кровотоком. Вот вам и повод для образования всякой печёночной патологии. Про лимфостаз, то есть про холестаз мы уже говорили. Но и нарушение захвата холестерина приводит к невозможности снизить синтез эндогенного холестерина. И если внутрипечёночный холестаз, то нарушается синтез эндогенного холестерина. Начинает вырабатываться большие количества холестерина низкой плотности, очень низкой плотности. А высокий холестерин, высокоморальный холестерин, он страдает. Ну, а дальше мы с вами имеем то, что ассоциируется с неалкогольной жировой болезнью печени. То, чем я всю жизнь занимался, будучи терапевтом. С уж кем я только в жизни не был. Вот заканчиваю гастринтерологом. Но опять попал в кардиологию. Значит, вот всё то, что вот этот вот толстый дядька, лежащий с животом, у него всё, что связано с неалкогольной жировой болезнью. Все болезни клиники внутри. Всё абсолютно. И онкология здесь тоже самая. Значит, при неалкогольной жировой болезни атерослероз развивается даже при нормальном уровне холестерина. Это вы все прекрасно знаете. Дальше. Уже на стадии статоза смертность возрастает на 64%. Это значит не от того, что холестерин в сосуде, а от того, что он попал из печени, потому что плохо начала работать печень. И когда я своих новых коллег сейчас в институте кардиологии пытаюсь убедить, что прежде чем лечить гипертонию, нужно вылечить дырявую кишку и вылечить статоз печени, мне перестают направлять больных на консультацию. Потому что, ну что вы, ну что он говорит? Это же неправильно всё. Так, но вот отсюда происходит и атеросклероз, и гипертрофия желудочков, и атеросклероз аорты, ну и фибрилляции, все отсюда помирают. Ну и кроме того, неалкогольная связана, достоверно связана со всеми раками. Потому что я говорил, дезоксихолевая кислота – это проонкогенная, проонкогенная, эндогенная субстанция. Мы написали эти клинические рекомендации, я долго думал, почти всю жизнь. У нас в старости лет придумал, что гепатопротекторы нужно разделять всё-таки не по их основному свойству. Это наши с вами клинические рекомендации, я благодарен судьбе, что мы с вами вместе опять. Значит, все гепатопротекторы, все, они прямыми действиями обладают примерно, какие бы ни были. Вот у меня вторая часть лекции, которую я буду читать там вот, вам потом покажу, в картинке, потому что времени нет. Они все обладают прямыми, примерно одинаковыми. Никаких клинических сравнительных исследований не проводилось, но прямые эффекты примерно одинаковые. А вот плеотропные, системные эффекты, они чуть-чуть и разница. И мы считаем, что назначать гепатопротектор нужно тот, выбрать тот, в зависимости от того, какой фенотип больного. Его неалкогольная жировая болезнь печени, ассоциация, какой фенотип. Вот для этого и существует понятие метаболички, ассоциированные болезнь печени, чтобы выделить фенотип больного. Потому что бывают худые же с неалкогольной жировой, бывают полные, так? Ну, бывают молодые, бывают пожилые. Бывают с псориазом, да? Бывают с синдромом поликистозных яичников, да? Ну, бывают вообще пьяницы, бывают депрессии и так далее. Поэтому, значит, мы придумали ещё вот такой полиэдр, неассоциированные коморбидности, где вот тут перечислены всякие коморбидные состояния, всякие. Но в основу всё-таки любого соматического болезни, любого с неалкогольной жировой болезнью печени должно быть положено его трансформация стеатофиброза в стеатогепатит, стеатогепатит, стеатоз, а стеатоз, ну, в здоровую печень. Значит, и здесь мы пытаемся перечислить все препараты, которые с уровнем доказанности. Ну, а здесь те так называемые гепатопротекторы, которые доказали, что они при данном фенотипе работают лучше. Ну, и в частности, да, но это всем. Это всем. Значит, попробовал на себе, наконец, значит, в период ковида, наконец, решил послушать свои лекции, себя. Так, начал ходить, 10 тысяч шагов в день, сбросил 8 килограммов. Ну, это вот, не получается. Вот так хорошо было на самоизоляции. Сидел себе на даче, рассказывал всем всё по интернету, да, и каждый день ходил 10 тысяч шагов. Сейчас самоизоляцию отменили. Ну, пойди, куда, где походишь, по городу 10 тысяч шагов. И когда вечером придёшь, походишь. Но, значит, надо говорить то, что говорила главный диетолог Четвёртого управления в советские времена. Она говорила своим высокопоставленным пациенткам. Так, и с жённым членом политбюро. Знаете, у меня фраза была очень простая, жрать меньше надо. Но это не помогает. Так, тогда нам нужно назначать урсодоустихолик, который в данном случае, значит, называется урсосан, как говорил Остап Бендер. Значит, и препарат, который я в данный момент представляю. Значит, урсодоустихолик, мы с вами говорили, что это, это есть регулятор регуляторов. Итак, она воздействует. Самое главное, что она воздействует на форнизуодные рецепторы. Сейчас покажу, что это такое. Она помогает при фиброзе, она нормализует метаболизм липидов, она снижает воспаление, нормализует метаболизм глюкозы, оказывает антиатерогенные действия и регулирует гомеостаз жёлчных кислот. Значит, что такое форнизуодные рецепторы? Форнизуодный рецептор – это то, которое определяет чувствительность. Это вот он. Он заложен внутри клетки. И они находятся и в кишке, и в печени, и, кстати говоря, в лёгке, потому что урсодоустихолевая кислота работает и против фиброзы. Вообще процесс фиброза, он един во всём организме. Что в печени, что в сердце, что в лёгке, он един. Ну, значит, вот форнизуодные рецепторы. Теперь, вот, это Владимир Трофимович. Мы сказали, это вот, да, вот оно, наше всё. Владимир Трофимович. Значит, он показал успех. Исследование, которое было проведено под его руководством, называется Урсосан. Не я один в данный момент представляю Урсосан. Он не назвался Урсодоксик, он назвал Урсосан. Урсосан как средство профилактики атеросклероза. Так? Что было получено? Достоверно снизились печёночные риски, достоверно снизились сердечно-сосудистые риски. Итак, если у больного с неавкогольной жировой биолизмом имеется сердечно-сосудистая патология, согласно достижениям Владимира Трофимовича, нужно назначить, наверное, Урсосан. Никакой другой, наверное, Урсодоксик, хориокислотан, наверное, не будет работать. Наверное. Может быть, и будет. Ну, скажем, Урсофальк тоже, наверное, будет. Но он же показал только Урсосан. Так, увеличивает эффект снижения массы тела. Исследование сферы. Замечательно. Пирогова. Кто знает, какая Пирогова? А я её знаю. Она из Челябинска. Очень энергичная женщина. Значит, мы с ней познакомились заочно, но последствия этого знакомства я ощутил сразу, потому что сейчас у нас будет конгресс терапевтов, и там у нас есть кардиологов. Первое, что она мне написала, Леонид Борисович, у меня два, пожалуйста, очных доклада от моих аспирантов. Ну, хорошо. Я же понимаю, аспиранты. Потом. Нет, три. Хорошо. А я ещё сама хочу выступать. Ну, ради бога. Только уже пришло до других остальных вывести за скобки, а она будет выступать сама. Значит, вот такая энергичная женщина, которая показала, что Урсосан увеличивает эффект снижения массы тела. Ну, повыть и попробуем. Только прошу, одновременно 10 тысяч шагов в день плюс Урсосан. Так, ещё что? Метаанализ показал, что значительно снижается движение глюкозы в плазменных ощущениях и гликированных гемоглобин. Вот этому стоит верить. Это всё известно. Теперь, как в ревентивной терапии гепатитулярной карциномы и колоректальной аденомы. Да, конечно, потому что я уже говорил, что дезоксихолиевая кислота является пронкогенным веществом, нашим эндогенным. Значит, надо нормализовать метаболизм. Ну, и тут классический документ, от которого я начал свою думать. Классический. Вот то, чем живёт сейчас. И вот об этом документе говорит вся передовая общественность. Да, Елена Владимировна? Да. Это наши клинические рекомендации. Так? Но я вам тоже... Знаете, что я понял? Что нас читают. Нас читают. И совсем недавно, к своему удивлению, просто даже за последний месяц, я получил три предложения от зарубежных журналов на наши статьи, в том числе по клиническим рекомендациям. Я был поражён. Думаю, ну, там, да у них, да у них там своя коррупция и ничего. Знаете, я думаю, что им своих статей не хватает, поэтому они... Но нас читают. Так? Значит, урцедоксихолиевая кислота, уровень убедительности А1, так, рекомендовано на всех стадиях. Значит, некоторые говорят, нет, когда есть холест... Друзья мои, всегда есть холестаз. Всегда при неалкогольной жировой болезни печень есть холестаз. Только мы его не всегда можем диагностировать. Но и дальше при всех формулах неалкогольной жировой болезни печени, и, конечно же, конечно же... Поскольку урсосан – это тот препарат, который я в данный момент представляю. Возвращаясь к цитате Астафа Бендера. Спасибо вам за внимание. Спасибо огромное, Леонид Борисович. Ну, как всегда, как всегда, прекрасно, классик. Классик, и переиграть нельзя. А, то есть, препарат урероглютин для лечения неалкоголя, жировой болезни печени. Какой, какой? Ироглютин с акцента. Значит, я недавно выступал на Екатеринске. Вот примерно с этим. Сидит профессор Хлынов и Алексей Олегович Буевенов. И после меня он выступает, я-то знаю, чем он будет выступать, про дулаглютидов. Значит, вопросы. Первый вопрос был от Алексея Олеговича. Леонид Борисович, какие препараты вы считаете самыми перспективными в будущем? Так? Ну, конечно же, глутиды. Я ответил на ваш вопрос? А второй вопрос был от Клынов. Леонид Борисович, мы отвечали недавно в ваш юбилей. Как вам удалось дожить до такого возраста? Так, значит, меня спросили, я не лечился вашим препаратами, я вам сказал. Спасибо вам большое. Спасибо.